Вольно перевел и озвучил Сергей Крумос. Всем привет! Добро пожаловать снова на наше очередное торжество, на сей раз в онлайне порозня. Рад вас всех снова видеть. Обычно я сразу же начинаю разогрев народа, выспрашивая, кто откуда приехал. Начинаю с Нидерландов, Германии, но сейчас так у нас не получится. Как вы знаете, в прошлом году Blender Conference прошла замечательно, и я с большим нетерпением ждал следующий, ведь в этом году мы собирались торжествовать еще пуще, чтобы все охуели, как мы умеем. У нас ведь на очереди был запланирован ивент в Лос-Анджелесе, в Амстердаме тоже хотели провести фантастический отжиг. Но потом начался этот коронный год, коронный кризис. Я думаю, что несмотря на это, мы должны воспользоваться ситуацией и потратить время в изоляции на самоанализ и обновление всей нашей организации. В этой связи хотелось бы упомянуть о некоторых вещах. Во-первых, наша организация будет перестроена, то есть я считаю важным, чтобы фонд развития Blender и Blender Institute работали как одна единица, поэтому от последнего нужно отделить студию. Институт и фонд станут как бы единым целым, они будут следить за проектом разработки Blender, технологическая часть будет на них. Студия же тоже будет относиться к этому проекту, но она будет заточена уже на производство контента под Blender. Она будет помогать тестировать софтину в условиях реальной производственной цепочки для создания свободных фильмов под свободными публичными лицензиями. Во-вторых, мы тут пытаемся выработать, обозначить нашу цель, нашего фонда, нашей команды, нашего проекта, ради чего мы тут, собственно, все работаем. И мне все чаще хочется назвать это коротко, типа вот творческое раздолье. Это включает в себя свободную, неограниченную установку софта. Это ведь, кстати, основная фишка и миссия Blender как представителя свободного софта. Весь этот набор доступных технологий, с помощью которого вы делаете фильмы, видеоигры и прочие эффектные и полезные штуки, должен остаться свободным для использования. Но также свободными для использования должны быть и ресурсы для творчества. Этим мы не просто поддерживаем открытые публичные лицензии, скорее нам самим это необходимо проделывать, потому что к софту нужны реги, персонажи, текстурки, аддоны и прочие прелести и прочий хабар. Все это необходимо для становления успешного 3D-художника. В-третьих, в следующем году я начну работать над тем, чтобы нам свободней давалось вкатывание в рыночки. Ведь оно как сейчас. Хотя у тебя все под жопой есть, технологически ты готов к работе, но сейчас, если брать индустрии видеоигр и кино, то судьбу практически всего решают верхушки. Нужно запрашивать от них разрешение на то, на сё, соблаговолят они это или нет. И приходится постоянно зависеть от их решений. Нужно решить проблему недостаточного доступа людей на рыночке. И я бы хотел посвятить себя решению этой проблемы, чтобы люди могли наращивать свое присутствие и влияние там. Конечно же, мы начнем с себя, с Blender Studio, с Blender Cloud, которые в связке будут выдавать лучший контент, доступный для каждого. Ко всему прочему, сам проект разработки Blender сейчас пересматривается. В прошлом году уже начался процесс по поднятию качества, по поднятию планок в плане профессионализма в рамках нашей организации. Одна из главных тем в этом отношении – это, конечно, необходимость внедрения инженерных практик в разработке софта, следить за качеством исходного кода и вести, наконец, подробную актуальную документацию. И это совсем не про внедрение бюрократии или установление более высокого порога входа. Это только про коммуникацию между людьми, и именно разработчики должны побольше общаться и друг с другом, и со внешним миром. И вдобавок, лично я теперь выступаю за идею проектирования ПО. Я считаю, что нам нужны продукт-дизайнеры, продукт-менеджеры, как хотите, называйте их. Но нам нужна экспертиза в этих областях при разработке нашей софтины. И, кстати, хочу сказать, что я не хочу превращать это всё в контору по разработке софта. Потому что всё, что делается в институте, должно быть как можно скорее принесено на алтаре опенсорсного проекта разработки Блендера. Ведь Блендер был и остаётся сообществом. Сообществом, которое основано на вкладе каждого в этот проект. Ну вот, вкратце раскидал суть. Прямо сейчас вас ждёт полуторачасовая подборочка из видосиков от людей со всего мира, исполненных в духе нашего свободного нетленного открытого проекта. Надеюсь, вам понравится и хочу пожелать вам... О, подождите. Поторопился. Мне будет ещё что вам рассказать. Я расскажу о том, что я пережил за 2020 год. Но я это сделаю после всех остальных. Наслаждайтесь. Приятного просмотра. Так как многих из вас я не видела, давайте я представлюсь тогда, что ли? Ну, мне 22 годика, и я живу в Техасе, в Форт Уэрте. Работаю я художницей по Хард Сюрфейсу, живу вместе со своим драконом Мэтью. И ещё до кучи взяла кашкатуна из приюта, его зовут Лакс. Он мне достался, когда ему ещё три месяца было отроду. Он всё ещё такой же крохотуля-малявка и такой же игривый, как и раньше. Ну, чё ещё? Этот годик, конечно, такой интересный получился. Я полностью переориентировалась на работу из дома с использованием только блендера, а потом ещё брала работу на фриланс-площадках. В свободное от этого время я поливаю свои цветочки во внутреннем дворике. Это как медитация, особенно в текущих условиях. То, что нужно, чтобы размотаться после работы. Я ещё успеваю личные проекты педалить. Из них мне очень хочется вам показать этот сайфайный шлем. Сначала я грубо нафигачила скульпт, а потом начала педалить из него модельку под сабдив. Также я успела попробовать кисть для симуляции складок. Я довольна этой фичей, кстати. Это первый проект, где она мне очень пригодилась. После всего этого я накатила на этапроцедурных текстурок, поставила свет и зарендерила полностью в Иви. Вот такая я молодец. Спасибо за внимание. У меня всё. Жду, не дождусь увидеть каждого из вас на конфе в следующем году. До встречи, котаны. Космическая романтика И начались проблемы. Добрую часть этого года я провёл, работая над видосиком для Европейского космического агентства, которое сейчас обеспокоилось проблемой космического мусора. В итоге мне пришлось много времени потратить на тщательное воспроизведение в 3D самих аппаратов и космических кораблей, и на симуляции их столкновений друг об друга, чтобы показать, как образуются эти облака из мусора, несущегося с невероятными скоростями по орбите Земли. Это как в фильме «Гравитация», только вот подобное может произойти и в действительности. Масса удовольствия от работы над этим проектом, но также пришлось повозиться и с техническими подробностями, скармливать Блендеру различные параметры орбиты, чтобы в итоге получилась физически корректная анимация, а это критично для текущего заказчика. Работать с последними версиями Блендера стало приятно как никогда раньше, ведь теперь Иви показывает мне всё сразу практически в нужном качестве, и выдаёт 4К кадры за секунды. Единственное, что мне не хватало долго в Иви, то это Motion Blur. Но и эту фичу добавили, так что теперь на этом проекте у меня всё пучком. И мне уже не терпится испытать Блендер на следующих проектах. Кажись, он и там себя покажет. Ищите меня, если хотите увидеть, что у меня получилось. Он, кстати, будет доступен в онлайне, у него, кстати, будет премьера на конференции Европейского космического агентства в 21-м году в апреле. Берегите себя и продолжайте блендить. Наша движуха Blender Day проходила все два года вот так. Приветствую всех на Blender Day 2020. А в этом году мне пришлось натаскивать народ во Блендеры удаленно. Меня зовут Винсент, я изучаю анимацию в киноакадемии в Баден-Вюртемберге. Долгое время участвовал, а теперь являюсь ведущим немецкого Blender Day. Когда стало понятно, что не получится проводить Blender Day в привычном формате, я перенес это все по-быстрому в онлайн. Мы с моей командой взялись за организацию этого дела, и теперь мы доступны в онлайне для всех немецкоговорящих. На нашей площадке выступает 11 спикеров со всего мира, которые делятся своим опытом в Блендере. Это такие крутаны, как Юлиан Айзель и Юлиан Каспер, которые расскажут про интерфейс в Блендере или про создание персонажей, еще расскажут про шейдерные эффекты на примере дождя, и также пустят за кулисы создания анимационных фильмов и виртуальной съемочной площадки в Блендере. В этом году наша движуха в новом формате постепенно набирает обороты, но я надеюсь, что вскоре нам удастся совраться вместе, как раньше. А пока я бы рекомендовал зайти на сайт blender3dschool.d и посмотреть все выступления или организовывать народ вокруг него в своей стране. Ну вообще, 2020-й пока что выдался и одновременно приятным, и богатым на вызовы для меня. Я переехала из Германии во Францию и начала фрилансить. Мне пришлось многие темы поднять, как, например, новый язык. Я знакомилась со спецами-крутонами и вдобавок начала работать над новыми крутыми проектами. Мне всегда нравилось работать в Блендере, но из-за моей работы день-деньской все эти пять лет, пока я не перекатилась во фриланс, мне не удавалось пользоваться им на полную. Когда я узнала про такую фичу, как Грис Пенсил, мне захотелось поскорее начать ее использовать где только можно. И я решила начать работать над личным проектиком, чтобы лучше освоить этот инструмент. Я хотела изобразить по итогу этакий скетч на бумаге, которые как бы начали, но не закончили раскрашивать. И для придания такого эффекта я как раз наворачивала мазки Грис Пенсил поверх геометрии. И потом в скульпте задавала ширину штрихов, прозрачность и позицию. И также я пользовалась материалами с диффузом и с рассеиванием. Вот так и получился такой вот плоский лук. Я могу рассказать об этом подробнее, и если вам интересно, то заваливайтесь на стрим Blender Today Live на официальном канале Blender. А сейчас на моем профиле в ArtStation доступен детальный разбор всего проекта. О, привет! Не заметил вас сразу. Раньше я работал художником, создавая разных персонажей и существ в Goodbye Kansas Studios. Но сейчас я прикатился в гейм-девелопмент. Теперь я работаю на Embark Studios, здесь в Стокгольме. Embark — это Corporate Gold, контрибьютор фонда развития Blender. У нас Blender входит в число софтин, на которых ведется работа по созданию ассетов для видеоигр. Кроме этого, я закончил работу над вот этим, называется Sharing a Dream. Это довольно увесистый мой личный проект, который я состряпал в начале этого года. Он мне очень пригодился, когда я делал видеоуроки на YouTube по поводу работы с множеством шотов в условиях Blender. Бывало, что я писал тулзятины для многих 3D-пакетов, но в этом году я плотно засел за блендеровские API на Питоне. Это все благодаря видеоурокам Сибрана по Питону на Blender Cloud. И вот как раз один из аддонов, который вышел из-под моего пера, это Vertex Color Baker. Он доступен свободно для скачивания. Он запекает основные пасты типа Diffuse, Roughness, Emission, Ambient Occlusion и далее по списку. Печет он все это, используя Cycles, и потом переносит цвета с пикселей на цветную карту вертексов через создание временной автоматической UV-развертки. Заходите ко мне на канал в YouTube, чтобы разузнать побольше информации об этом аддоне, если вам интересно. Также я был удостоен чести создать вот этот колоритный сплэш-скрин под версию 2.90. С большим удовольствием я фигачил этот сплэш, и такими вот артами я всегда рад помочь разработчикам в Blender Foundation. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. Надеюсь, мы с вами увидимся на конференции в 2021 году. До встречи там. У моего папки башню сносит от Blender. Йоу. Я из штата Квинсленд в Австралии, и я персонажница. С 12 лет я пользуюсь Blender. Выбор на него пал, потому что он бесплатный и проще в понимании. Но ранее меня не всегда устраивало качество. На протяжении этих лет я наблюдала, как он становился тем, чем стал сегодня, как он стал влиять на индустрию. Особенно я хочу отметить выход серии 2.90. Да и мне уже не втерпешь попробовать версию 3.0. Что касается лично меня, то весь этот год я пыталась прокачаться в анимации в Blender, и я пыталась выработать методы, которые добавили бы моей работе больше реалистичности. Ради этого существа мне пришлось потратить много времени на реалистичную симуляцию натянутых мембран на крыльях, чтобы они не смотрелись как трапки, но и чтобы не были сильно натянуты. Как по мне, для достижения результата важно пользоваться всеми тузами, которые предлагает пакет, поэтому я не поленилась подмандить эту симуляцию тряпок через ShapeKey, чтобы придать более реалистичный вид. Чтобы своевременно узнавать об обновлениях в программе на русском языке, подписывайтесь на паблики и группы ВКонтакте в закрепленном комментарии под видео. Творческое раздолье начинается на Blender.org. Да где опять эта кнопка записи? Да блин! А, заработало! Да уж, годик выдалось со стороны, мы все сидели на карантине большую часть времени. Ой, подождите, 3D-курсор все еще-то поражается, я не вышел из режима редактирования. Сорки, сорки, сорян, ребята. Сейчас я выключу оверлей вон там, секундочку. А, ну вот, теперь стало лучше. Итак, мы с вами внутри вьюпорта, в котором в реалтайме колбасится Иви. Да, разрабы Blender проделали классную работу, скажу я вам. Так, а о чем я говорил? А, большую часть года я просидел на карантине, но я же фрилансер, и поэтому ничего необычного я в нем не заметил, в отличие от других. Большую часть времени я сидел дома, играл на пианино и выводил с помощью Грис Пенсила свои шедевры. Вот еще посмотрите. И вот еще вам Грис Пенсила. Грис Пенсил – это мое самое любимое в Блендере. Мне нравится делать все работы с его помощью. Ну и кому теперь нужна будет девушка, если есть возможность творить такую красотищу? Расслабьтесь, я просто пошутил. Год выдался чудесным для меня. С помощью мощностей Блендера я могу доставать из своей башки любые образы теперь. Я тут, кстати, сделал графику для музыкального клипа одной группы из Британии, и еще одно видео для лейбла Columbian Record. И к тому же я продолжаю работать над другими проектами. Некоторые из них личные, а за некоторые я получу бабосики. Я хочу зарабатывать на жизнь этим делом, но будущее меня не страшит, потому что если брать мои проекты, то теперь, кажется, я могу все сделать в Блендере. И это все благодаря вам, его сообществу, которое распространяет в интернете множество самых разных ресурсов и видеоуроков на Ютубе. Каждый из вас помогает продвигаться мне вперед. Благодарю каждого из вас. Берегите себя и продолжайте делать крутые штуки. Всем пока. Спасибо за внимание. Еще увидимся. Привет, это Кэмпбелл. Я сейчас в Джалонге, что в Австралии. То он мне написал на мыло и попросил рассказать, что со мной произошло за год, и чтобы я показал свою рабочую точку. Мелко я уже успел убежать из кадра, но она, пожалуй, единственное серьезное событие, которое случилось у меня за год. Скажи им привет, Марьетта. Марьетта? Что, не хочешь? Эээ, ну ладно, давайте просто зайдем в дом тогда. Наверное, мне придется записываться попозже, потому что Марьетта повадилась включать и вырубать мой компьютер туда-сюда-обратно. Надеюсь, ей это надоест, но вот пока до чего-то другого ей дела нет совсем. Вот и мое рабочее место. Я сижу на Linux и пробую в Емаксе с эмуляцией Vim. Каждый день пользуюсь этим всем, работая на бэктрекеры. Вот тут есть чатик и распахнуты прочие окна для цели разработки. Вот терминал еще открытый. А за год я в основном занимался и дромблендера. Фиксил и делал ревью патчем, но также я занимался и тем, что могут заметить простые пользователи, типа вот оригинами для трансформации объектов. Добавлял менюшки в редакторы блендера, где их не хватало. Они как раз должны заменить тот поиск по названиям операторов. Также UV редактор дополнил улучшениями. Еще оптимизировал работу с мешем в режиме редактирования, чтобы она стала такой же быстрой, как в старой версии 2.79, потому что в новый у нас появился ощутимый регресс. Еще до кучи я курировал Google Summer of Code. И, наверное, еще много чего успел сделать. Со временем прошлой конференции мы с Леной и со Львом переехали в Польшу, и нам даже удалось попутешествовать между карантинами. Говорят, что контакт с морской солью полезен для здоровья. Ну а что до карантина, то, на мой взгляд, сидение дома имеет и свои плюсы. У Льва теперь куча времени на вхождение в мир цифрового творчества и в мир блендера в том числе. Вот одна из его поделок по укладке полигонов. Что и говорить, Льву повезло, что он может почерпнуть вдохновение у Лены. А вот гитару дергать он начал уже под моим влиянием. К счастью, мое дело, мой сайт не пошли ко дну во время этого кризиса, благодаря вашей поддержке. К тому же мы даже попытались развиваться и вносить разнообразие. Вместо одного проекта мы за раз стартанули от 5 до 10 разных проектов вместе с крутыми креаторами. Ману Ярвинин, Дженет Ландри, Рейчел Фрик, Лука Руд, Евгений Поломарчук и другими. Вот, например, Эйди и швецы Жнеции на Дуде и Грец в своем стиле повышенного энтузиазма в окружении своих помощников Евы, Лео и Гио. Как вы могли заметить, вселенная моего сайта теперь включает и эксперименты с фотосканирующими дронами, и чего там только нет вообще. И это все благодаря нашей видеокоманде в Беларуси, Нику и Евгению, переводящими в цифру заброшенные постройки и прочее подобное дело. Всем этим они занимаются во время самого серьезного политического кризиса в истории Беларуси. Что я могу сказать? Респект им, респект нам, всем за то, что мы пережили этот 2020-й. Мы впрямь потрясающие. К счастью, жизнь не остановилась. Мы все продолжаем попивать кофеек, блендить, творить и от души душевно в душу беседовать с Троем Саботка о передаче цвета в компьютере и о жизни, пока жизнь продолжается. Круто, да? Блендер был моим единственным 3D-софтом все эти 9 лет. Посвятив себя всего преподаванию этой софтины, я смог извлекать средства на существование и на карьеру. Я никогда еще не был доволен этим софтом так, как я им доволен в 2020-м, потому что пока у меня есть компьютер, доступ в интернет и блендер, я могу продолжать работать, несмотря на карантин. Этот год позволил мне осознать это в полной мере. А вот мои художественные устремления в этом году вернулись к самым началам, а именно к созданию реалистичных портретов. Это как раз тот вид проектов, на которых я проверял блендер еще в 2011-м году. И я, честно говоря, был в шоке, что опенсорсная софтина на тот момент позволяла скульптить в высоком разрешении, вырисовывать текстурки поверх модели, выставить в рендере под поверхностное рассеяние, уложить волосы, как мне надо, и собрать это все на композе. И хотя это не самый лучший CG-шный портрет во всем интернете, но опыт его создания помог мне увидеть потенциал блендера еще тогда. Все необходимое мне уже было там и становилось еще лучше каждую неделю, благодаря активному и открытому сообществу разработчиков. И вот тогда-то я и перешел с коммерческих софтин на блендер. Тогда я сразу записал свой первый видеокурс по созданию реалистичного портрета в блендере, и с тех пор я преподаю это дело. Как вы могли уже понять, для портретов в моем сердце выделено особое местечко. В этом году страсть к этому делу возродилась. Частично это произошло из-за прихода новой дочерки в мою семью, и я трачу много времени, наблюдая за ее лицом, пытаясь делать что угодно, чтобы она улыбнулась или засмеялась. К тому же и из-за того, что я исследую новые фичи, как то более реалистичные модели под поверхностного рассеивания, новый приписанный скульптинг, кисти для симуляции складок на одежде и все прочее, чем можно мирно и без вреда для себя заниматься дома. Давайте же выпьем за компьютерную графику и за блендер. Что я могу сказать о Джан-Люке? Он был классным профессионалом и настоящим джентльменом. Я познакомился с Кино на блендер-пицце. Вскоре после этого мы отправились в Амстердам на конференцию. Я показал ему некоторые свои работы, и он был один из первых, кто поверил в меня. Теперь я зарабатываю на жизнь благодаря блендеру. Джан-Люка, наряду с другими знакомыми, помогли мне изменить мою жизнь. Спасибо тебе, Кино. Вообще, я запомнил у него одну фразу, она следующая. «Опенсорс дал мне работу». Или, по-другому говоря, «Всю мою жизнь я работал благодаря опенсорсу». Эту фразу он повторял не один раз на наших встречах и на наших беседах. Ну и... Я бы хотел вот так запомнить его. Прощай, Джан-Люка. Спасибо тебе за каждый полигон. В 19-м году мы начали шоу на Ютубе под названием «Дядя торгующий омлетами». Это индийское комедийное шоу, которое так сильно понравилось людям, что на канал набежало подписоты на 300 тысяч. Идея такая, снимаем реальные футажи и потом добавляем в них компьютерных кукол, которые обсуждают текущие события в обществе, обозревают фильмы и заставляют людей орать в голосину. Создавать такой контент мы можем благодаря Блендеру. Эти ребята понаделали уже 45 эпизодов, используя Блендер. Если переводить в минуты, это 20... Не-не-не-не-не, 40 тысяч минут по продолжительности. Не слушайте его. У нас намотало 3 часа по продолжительности всего. Год назад, когда мы стартанули, у нас уходило от 20 до 30 дней на создание 4-минутного ролика. С тех пор мы в поисках решений по уменьшению времени на продакшн. И мы уже заготовили 360 пост для каждого персонажа и написали кучу скриптов для ускорения рабочего процесса. Таким способом на каждый эпизод теперь уходит по 6-7 дней. И не важно, кто будет анимировать сцену, качество всегда останется на уровне. Эта пандемия закинула лопату дерьма в лицо практически каждому, но, как и во всем, в этом есть и положительное, и отрицательное. У нас вот, например, отменили все текущие проекты, и поэтому мы можем полностью посвятить себя новому каналу. Мы разъехались по домам и столкнулись с проблемами удаленной коммуникации, с исключением интернета, и стало очень сложно работать вместе. Но, с другой стороны, от нашего контента проперлись многие известные ютуберы и индийские селебрити. Это воодушевляет нас на дальнейшую работу. В будущем мы хотим добавить еще больше персонажей, доработать скрипты, увеличить продолжительность эпизодов и сделать больше коллабораций. Будем продолжать делать эти видео столько, сколько сможем. Надеемся, люди продолжат нас поддерживать. Спасибо за ваше внимание! Что если я скажу вам, что целую короткометражку можно сделать в одиночку? Я уже прошел через это. То, что начиналось как школьный проект по окончанию года, превратилось в короткометражку на фоне карантина. Этот фильм особен для меня тем, что дизайн персонажа, риги и пропсы были полностью с нуля созданы мной. Этот проект поставил передо мной вызов, и я начал разрабатывать в себе все скиллы, необходимые для 3D, а их, конечно, немало. Этим я бы хотел поднять важность изучения и практикования навыков во всех сферах 3D. Если вы уже пытались идти по моему пути, то уже знаете, что я сначала долго мяу-сиськи, пытаясь понять, какой конкретный скилл я хотел бы улучшить. Я тратил часы на выставление корректного освещения для одной из моих сцен или фиксил глич в одном из своих ригов, но вся эта канитель вдохновила меня на дальнейшее изучение и вытрачивание тем и скиллов. С первого взгляда создание короткометражки кажется какой-то нереальной авантюрой, но когда ты всерьез задумываешься об этом, когда понимаешь, что над душой никто не стоит, ты можешь делать как хочешь, то тебе действительно хватит пороха на завершение проекта и на старт карьеры, особенно когда Блендер в помощь. Помните об этом, ребята, и пробуйте качать скиллы также, наслаждаясь процессом, исследуйте новые горизонты и ищите свою страсть. Спасибо за внимание. Мне хотелось сделать в Блендере вот такие фольгированные шары-буквы. Зачем? Да я и сам не знаю. Но, по-моему, это в самый раз для проекта в разгар очередного карантина, особенно когда Блендер дает возможность надувать тряпки. Ведь мы с женой купили домик, и нам нужна была картинка для постов об этом в социалках. Итак, шаг первый. Надо вбить все буковки в редактор. Это несложно. Шаг второй. Выставить нужные параметры, чтобы буквы надулись идеальненько. Эй, муженек, пора красить наш дом. Шаг третий. Выяснить, сколько краски надо купить. Для этого я сделал прикидку на грубой модели нашего нового дома и рассчитал величины всех нужных площадей. И я не ошибся в своих расчетах, кстати говоря. Шаг четвертый состоял в том, чтобы пригвоздить все буквы в самой программе, чтобы они не улетели из вьюпорта во время симуляции. И в завершении я повесил на них красивенький материал. После этого остается взять фотик, сделать снимок и добавить в него компьютерных шариков. Таким макаром я понаделал заготовки для дней рождения для своих друзей и своей семьи. И вот эти шарики тоже прикомпожены сюда. Реальные бы обошлись в немалые баблишко, кстати. Наверное, из-за инфляции. Чтобы своевременно узнавать об обновлениях в программе на русском языке, подписывайтесь на паблики и группы ВКонтакте в закрепленном комментарии под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, работаем. Ну чё? Давай начинать уже. Покажи им это. Всем привет, я Далай. А я Пабло. Приветствуем вас на спецвыпуске Blender Today специально для Blender Conference 2020. На сей раз виртуальный, все в онлайне, все потомам и бункерам. Скорее всего, каждый из вас сейчас сидит в компании своих любимых. И вместе с этой коробочкой, если вы ее успели заказать, и почта доставила ее вам вовремя. Можете уже достать оттуда кое-что и облачиться. Я сейчас не буду показывать, что внутри нее, еще пока рано. О, она еще и пахнет, интересно, можно понюхать. Чем пахнет-то? Голландией, что ли? Годик, конечно, выдался еще тот. Лол, всех, наверное, уже достала эта фраза. 2020-й. На 2020-й у Blender были большие планы. Две конференции, одна в Лос-Анджелесе, вторая в Амстердаме. Мы собирались на Сиграф поехать на CTN Animation Expo, фестиваль в Анаси. В этом году мы могли бы внести большой вклад в глобальное потепление. У нас столько всего было запланировано, и, кстати, выпуск четырех релизов тоже. Это тоже надо было успевать делать между всеми этими ивентами. Вообще, с ума сойти можно. Но я думаю, так или иначе, нам удалось все-таки часть из этого выполнить. Ведь идея любой конференции – это наращивание связей, социоблядство, знакомство с людьми, и вот так люди из всех сфер вливаются в наше сообщество. И несмотря на локдаун, у нас происходили разные события, типа вот Blender Open Up, открытый проект Settlers, выход видеоуроков по битону специально для художников. Еще не забудь Blender Today каждый день. Я там брал интервьюхи у художников, которые мне показались интересными, и расспрашивал их разными вопросами. Это было круто. Еще до начала пандемии в Европе мы успели выпустить версию 2.82, а 2.83 уже полностью делалась на удаленке. И это особенный релиз. Даже в эти коронавирусные времена люди продолжают качать Blender, особенно LTS-версию. Это наш первый релиз, который получил долгосрочную поддержку. А что такое долгосрочная поддержка, а? Пабло. Это означает, что стабильный релиз будет поддерживаться долгое время и будет считаться стандартной версией к распространению. Новых фич в него добавлять не будут, а только баги исправлять. И мы уже выпустили 8 релизов под это дело, и еще один на подходе. Надеюсь, не так много их будет, потому что Blender не настолько нестабилен. Вот что их не устраивает? Куда еще стабильней? Но зато эти релизы дают основу для стабильной работы на 2 года, если все пойдет так, как мы задумывали. На эти релизы серии 2.83 с долгосрочной поддержкой можно положиться, знаете ли, остановиться на них пока. Хорошая метафора к нашему новому стилю жизни. На время прекратить путешествовать, сфокусироваться на себе и на конкретной версии софта. Кстати, у нас же еще появилась и серия 2.90. Да, Blender продолжает развиваться. Версия 2.91.1 выйдет в ноябре этого года, а в следующем году мы уже собираемся выпускать версию 3.0. Впереди у нас куча планов, ребята. Для меня 2020-й выдался насыщенным. Я переехал жить в Амстердам из Бразилии. Мне продлили контракт вчера. Еще на 5 лет. 5 лет? Ого, поздравляю тебя. Хе-хе, спасибо. Ну и как бы, несмотря на все финали-вагинали этого года, было и хорошее, и это хорошее останется со мной на многие года. Уже жду 21-й. Скорей бы он уже наступил. Да, точняк, я тоже жду с нетерпением его. В этом году мы, кстати, набрали аж 5000 донатеров в нашем фонде развития Блендера. Плюс люди миллионами качают Блендер. За этот год набежало уже 12 миллионов закачек. Только за последний месяц установщик для винды уже был скачен 1 миллион раз. Все эти люди либо используют Блендер, либо изучают его. Не терпится увидеть, какими работами они нас будут удивлять в следующем году. Точняк. Ну ладно, ребята, увидимся в следующем году. Слушай, а ей можно потрясти? Нет, лучше не надо. Наверное, теперь можно открыть ее и посмотреть, что там. Не-не-не, только не перед камерой. Пока-пока. Здесь, в Юбисофт, Блендер нашел применение во множестве мест. Блендер используется нашими командами для разработки концептов для видеоигр, для исследования возможностей по предоставлению нового игрового опыта и для вдохновения наших людей на продакшене. В этом году лаборатория стратегических инноваций Юбисофт провела Блендер Джем. На выходных студенты и наши сотрудники работали рука об руку, чтобы в итоге состряпать по возможности самые крутые проекты. Для Юбисофт это отличная возможность изучить потенциал Блендера и делиться своими знаниями и опытом со студентами. В парижском офисе Юбисофт Фильм энд Телевизион мы занимаемся производством анимационных фильмов и сериалов. Мы желаем подойти к продакшену по-новому, и для этого Блендер подошел нам как родной. На основе Блендера мы теперь занимаемся всеми нашими проектами, ожидающих релиза. Также мы обучаем наших художников и разработчиков при содействии штаба Блендера, и мы продвигаем Блендер среди прочих филиалов Юбисофт и наших внешних партнеров. Сейчас Блендер стал нашим основным 3D-пакетом, и мы уже обогатили его своими фичами, от мелких толзятин до больших аддонов. Мы начали делиться своими наработками для создания VR-контента. Теперь мы можем с гордостью принести наши разработки на алтарь опенсорса. Вот, к примеру, этим летом мы опубликовали аддон Mixer, который, как в сетевых играх, позволяет всей команде одновременно удаленно работать над одной и той же сценой. Мы продолжаем его разработку, и каждый из вас может его попробовать. Что еще? Блендер – это основа нашего сегодняшнего продакшена. Вот, например, 70-минутный эпизод для телека. Посмотрите на разрабатываемый нами аддон, который позволяет эффективно возиться с привизом на этом проекте. Мы в Юбисофте полностью проперлись с пониманием того, что опенсорс в состоянии дать невероятные возможности. Мы рады будем использовать Блендер в других проектах. Всем привет! С вами снова Алан. Неоплачиваемый интерн у капитана ясно-понятно. С тех пор, как я и он случайно задвинули самое эффектное выступление за всю историю Блендер Конференс, я не очень-то часто пользовался этой софтиной, знаете ли. Хотя могу рассказать вам про пару примеров. Тут я сделал фейк вирусного видео, и моя версия развертилась еще пуще оригинала. Занимался эффектами для очередного зомби-фильма. Хитрожопа засимулил воду для научпопа. Понаделал кучу коротышей про принципы воспроизведения изображения на экране. Истропоскопический эффект при съемке. Я воссоздал корейский парк развлечений Эверланд, и попал с этим видосом в YouTube Originals. Также я снял на гринскрине почти весь эпизод. Также я делал визуал для выступлений на TEDx. Я уже почти забыл про это. Потом было видео про НЛО на Луне, в котором я, в своем репертуаре, показал своего Блендер-бога. Вроде как там я объяснял людям физику света. Но еще Блендер идеально спелся с моим шилом в жопе. Вы ведь знаете, что часто хочется взять перерыв посреди работы над эффектом или анимацией и просто поработать над чем-нибудь другим, да? И тут я начал играться с Грис Пенсил в Блендере, и просто начал наяривать эти простенькие скетчи. Терапевтический эффект не заставил себя долго ждать. Я буду и дальше качать скиллы в Грис Пенсил. А пока что, мое самое большое достижение в этом, это аккуратная анимация одного из моих котов. Сам он сниматься отказался. Я извиняюсь, что не успел сделать саунд-дизайн под это, но я попробую это сделать в последний момент. Поехали. Ну вот, неважно, работал я в этот год или плевал в потолок, я скажу одно. Блендер Фаундейшн, сам Блендер, как софтина и его сообщество, спасибо, что даете мне возможность легко воплощать свои идеи. Привет, сообщество Блендера. Меня зовут Клаудия. Я CG-художница и основательница сообщества G-Blender. 2020 год изменил всю мою жизнь. Мой муж умер от ковида. Мы были вместе почти 21 год. Вместе мы основали G-Blender в сентябре 2004 года. Мы имели возможность участвовать во многих продакшенах, преподавать на курсах и проводить конференции вокруг Блендера. Мы пробуждали умы наших соотечественников, и они становились сторонниками открытого ПО. В день смерти моего мужа мы получили много сообщений с соболезнованиями на нескольких языках. Многие люди делились со мной своими воспоминаниями о моем муже и о том, каким хорошим человеком был Октавио. Благодаря всем этим сообщениям, когда наши дочки вырастут, они смогут узнать, что за работу мы проделали с ним вместе с Блендер-сообществом. Сейчас же я преподаю онлайн. Я все еще горю преподаванием софтины и участием в разработке такой крутой софтины, как Блендер. Главным образом, силу и стойкость меня придает поддержка пользовательского сообщества. Всем привет! Я начал пользоваться Блендером с 2018 года. А вообще, я художник и музыкант. И вот вам моя работа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, вот так и пройдет наша конференция в этом году. Че поделать? Вы сейчас сидите дома, возможно, в трусах, перед экраном, который показывает вам мое заранее подготовленное видео. Притом, многие из вас видели меня только на экране и никогда вживую. Но этот год был богат не только на плохие новости, было и много хорошего. Например, миллионы людей, внезапно открывших для себя круглосуточные посиделки дома, потеряв работу, скорее всего, тупо ринулись изучать Блендер. Как только ограничительные меры на передвижение были введены, трафик на мой видеокурс о пончиках взлетел в два раза, и он не думает угасать. Как вы видите, благодаря коронавирусу в нашем сообществе образовалось пополнение на целый миллион и сто тысяч. Изучают Блендер даже те, у кого лежит на сердце тяжкий груз. Да-да, не удивляйтесь. Вот эта тюрьма, самая близкая к моему дому, верьте или нет, они действительно изучают Блендер и уделяют ему немало внимания, как будто тоже хотят вкатиться в индустрию. Хотелось посмотреть, как самые охраняемые тюрьмы выглядят изнутри, и, конечно, я ни до кого там не докапывался. И знаете, визит выдался вполне вдохновляющим. Отсутствие мощного железа и хорошего интернета они компенсируют временем. Ведь у сокамерников обычно долгие сроки, много свободного времени, которое они тратят на создание рэп-клипов, создание тачек в 3D, поселений, объектов природы. Все те вещи, которые многие из них никогда больше не увидят, что, конечно, досадно осознавать, но они смогут вернуться к ним через тот же VR. Как вам? А? А на моем сайте poligon.com мы пытаемся решить самые чумные проблемы, терзающие нынешних художников, создав, например, аддон Blended Toolbox, который автоматически засасывает в себя скачанные zip-файлы и создает готовые для использования материалы. Все это за один клик кнопки мыши. Мы также наделали кучу фотосканов разных растений, разных камней и понаделали процедурных генераторов, о которых вы можете прочитать в нашем блоге, если вам интересно. И пока я жду открытия границ между странами, чтобы слетать в Амстердам, обкашлять вопросики, я с удовольствием коротаю время со своими детьми. В феврале к нам добавился еще один крепыш, от которого моя двухлетняя дочь сначала смутилась, но в итоге пока они ладят друг с другом. Поэтому я и не записываю видео или подкасты пока. Я веду себя как клоун, веселяя своих детей. Передаю вам привет от нашей семьи и желаю удачи в 2021 году. Я автор выдуманного хосписа, который я сделал в Блендере. Он называется Die in Heaven. Сейчас 9 персонажей живут в нем, они уже вот-вот умрут, либо из-за болезней, либо возраста, либо из-за последствий несчастных случаев. Я сделал этот проект, потому что, как по мне, люди часто обходят стороной тему смерти в ежедневных беседах. Поэтому местом действия в моей работе служит хоспис, где я, пытаясь подать тему смерти в менее отягочающем смысле, годным для обсуждения, не намазывая на это все слои серьезности или страха. Сейчас я один работаю над этим. Это одновременно и трудно, и время затратно. В то же время я не могу перестать работать над ним, потому что так я могу улучшить многие навыки, которые мне интересно развивать в этой работе. Если вы хотите узнать больше об этом проекте, то зайдите в его инстаграм или на его веб-сайт. Или вы можете написать мне на почту. Буду рад услышаться. Ну вот, значится, мы с вами вместе порознь. И спасибо высшим силам, что в такой ситуации нам с вами не нужен кто-то, чтобы делать свои проекты в Блендере. А погодите-ка, мне все-таки нужны были люди, потому что за это время мы начали наяривать краткометражку полностью в Блендере. Она называется Роберто. Можно подумать, что пандемия не дала нам толком работать над проектом, но, по правде говоря, она помогла нам закончить его в срок, да еще и с задуманным качеством. Несмотря на все, мы могли работать 24 на 7, без упреков от членов наших семей. Хотя наша работа была немного усложнена появлением посреди продакшена вот этих представителей пузатой мелочи. И еще мы потратили некоторое время на переход на версию серии 2.80. Несмотря на месяцы, потраченные на нестабильные билды Блендера и ожидания стабильных билдов, мы все-таки довольны, что перешли на новую версию в процессе работы. Она нас больше устраивает. Мы воспользовались Грис Пенсилом для создания спецэффектов в некоторых эффектных сценах. И, конечно, мы теперь забыли про рендер, благодаря движку Иви, который из коробки выдает тот результат, что подходит под наш замысел. И давайте я поделюсь с вами одной историей. Когда мы отрендерили около третьей всей короткометражки, мы заметили, что забыли удалить счетчик фреймов и другой вспомогательный текст с картинки. Я была в бешенстве, и теперь, перейдя на Иви, таких кошмаров со мной больше не случится. С Иви мы теперь всегда будем успевать вовремя. Спасибо, что посмотрели меня, ребята. Вся команда нашей короткометражки надеется, что вам понравится фильм. Берегите себя, еще увидимся. Привет, ребята. Вы сейчас видели одну из сцен нашего последнего фильма о группе путешественников во времени и средних веков в наши дни. Меня зовут Йоханнес Эверс. Я участвую в создании фильма, который мы пилим в свободное время в своем маленьком городе в Германии в Арвайлере. Актерский состав насчитывает около 30 человек. У нас еще и режиссерство есть, и оператор, и еще вдобавок я, отвечающий за спецэффекты. И, конечно, в основном я пользуюсь Блендером. Мы искали новые пути в создании нашего фильма, и на нашем проекте очень много работы связано именно с Хромакеем. Сейчас я покажу вам, как мы обустроили студию и что у нас получается. Сначала мы переоборудовали подвал под студию для съемок. Потом начали снимать шоты один за другим и каждого актера по отдельности. Затем все они с помощью Блендера собирались вместе в одной сцене, и не на композе, а как объекты в сцене, то есть видосики на плейнах. Как видите, таким макаром можно собирать довольно сложные сцены. Но мы также не брезговали и компьютерными актерами, вписывая их в отснятые материалы. Правда, отрабатывать взаимодействие с объектами нам весьма непросто. Хорошо, что есть всякие аддоны, типа опенсорсный Мантафлоу, который помогает делать взрывы. Конец сообщения. Мы очень рады быть частью такого формата проведения Блендер Конференс в этом году. Этот год стал для каждого необычным, и в основном все теперь перешли на удаленку. В контексте этих изменений в рабочем процессе, разработки моего товарища, рядом вот стоит, помогут людям проще пережить этот переход. Обсуждение возможностей сетевой работы над проектом из разных тучек Земли сейчас остро поднимается повсюду. Вся задумка нашего аддона как раз в том, чтобы люди продолжали творить рука об руку, находясь при этом далеко друг от друга. Благодаря поддержке Блендер Сообщества, мы получили возможность пробиться через нынешние трудности при совместной работе людей. Видео, которое вы сейчас увидите, даст вам быстрое представление о том, как мы видим решение сегодняшней проблемы. Все было записано живьем людьми, которые находились в разных точках нашей планеты. Воссоздание тремя пользователями Блендера работы Стюарта Уэйда, Всевидящий Монолит, с помощью аддона MultiUser. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я 3D художник и пользуюсь Блендером с 2005 года. Моя последняя работа касалась фильма «Я потеряла свое тело» от Джареми Клопен. Права на фильм сейчас у Netflix. Также у меня была возможность поработать с крутанами из Гао Шан Пикчерс и Ксилам Анимейшн. Я получил эту работу, когда встретил одного из своих бывших преподов по 3D на Блендер Конференс в 2017 году. Я вернулся домой и там уже получил приглашение на встречу с Арнольдом Буллардом, директором Гао Шан Пикчерс, и под моим влиянием все аниматоры перешли на Блендер. Когда моя работа подошла к концу, я зашел попрощаться с директором и сказал «До встречи». Но он не выпустил мою руку и сказал «Мне нужен такой работник прямо как ты. Теперь ты будешь работать техническим директором по анимации». Я его спросил «А че я-то?» И он ответил, что знает только одного толкового спеца по Блендеру на территориях, омываемых Индийским океаном. А я просто прифигел с этого. Ведь люди не называли меня Блендероголовым еще с колледжа. И вот так я продолжил работать уже в должности технического директора на этом фильме. И к концу работы над ним я стал востребованным специалистом. Ибо аж две студии начали консультироваться со мной по поводу того, а как оно там в Блендере-то. После этого Индиан Оушен Пикчер Инститют и школа анимации здесь на острове Реюнион попросили меня провести воркшоп. И учитывая положение, в которое нас поставила пандемия, Блендер подошел лучше всего. Сейчас школа позволяет мне продолжать добавлять мой материал в их учебную программу. Но что меня особо поразило, так это то, что самый продвинутый выпускник школы выбрал именно Блендер для своей выпускной работы. И я горжусь этим. Я такой же пользователь Блендера, как и вы, и скорее всего вы тоже заслуживаете звания Блендермена или Блендера Голового. Ведь вы скорее всего тоже оказываете помощь людям в освоении этого софта. В 2000 году, когда эта книга была опубликована, Сапсерф еще не использовался в этих рендерах. Потом я сделал короткометражку по этой теме. С тех пор прошло 20 лет. Привет всем, меня зовут Шигета. Последние 10 лет я практикуюсь в процедурном моделировании. Уже несколько раз я презентовал свои работы на Блендер Конференс в Амстердаме. Бесспорно, это очень интересная тема, и я продолжаю в ней совершенствоваться. Но я хотел бы вам еще раз напомнить про эту книгу, которую я давно выпустил. Таким образом я создаю новый мир для себя. Этот мир для меня как убежище, которое я постоянно раскрываю для себя. За это время в обиход вошли и новые технологии. Как вы уже знаете, 3D-принтеры творят чудеса. У меня нет планов публиковать из этого что-то прямо сейчас, но я обязательно поделюсь с вами своими работами. Однажды, где-нибудь. Надеюсь, еще увидимся. Пока. Чтобы своевременно узнавать об обновлениях в программе на русском языке, подписывайтесь на паблики и группы ВКонтакте в закрепленном комментарии под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Blender Animation Studio. Хочется вам тоже рассказать и про мой 2020-й, но лучше в другой раз. А вот чем занималась наша команда за это время. В ноябре я выложил серию видеоуроков на Blender Cloud, где я от начала и до конца рассказал про создание существ из-за разряда морских чертей. И все это полностью в Иви, если что, в первый раз, поэтому я сам многому научился. Кроме этого, мы еще глубже погрузились в Иви, на нашей очередной открытой короткометражке «Мысли Крут». Тут я отвечал за совет и за композ. Весь проект создан в нефотериалистичном стиле, для которого было выработано пару хитрых приемов. Затем я занимался некоторой работой и исследованиями по теме нового эпизода космической прачечной. Еще я отвечал за свет и рандер в этом промо нашего Рига, который заанимировал Пабло Фурньер. Также я сделал музыку для презентационных видеороликов Blender версий 2.83 и 2.90. Сейчас, на очередном проекте Sprite Fright, я делаю модельки, отвечаю за общий вид и занимаюсь арт-дирекшеном. И наши ребята молодцы, и растут каждый день, и я рад работать с ними. Мой 2020-й начался с переезда в Амстердам. Я теперь работаю на Blender Animation Studio. Это круто! С тех пор я поработал над видеокурсом по созданию процедурных шейдеров в Blender Cloud, в который я вложил массу усилий. И, конечно же, я работаю и над проектами фильмов здесь, в студии. В начале года это была краткометражка «Мысли Крут», там я немножко помогал ребятам с шейдингом этого дела. Потом проект Settlers, и он мне больше понравился, потому что там была куча возможностей для экспериментов. Мы, например, решили множество проблем на уровне шейдеров и заставили шейдеры управляться через RIG. Ну а теперь и, конечно, Sprite Fright. Весьма занимательный проект, кстати. Тут я много шейдерами занимался, и вы еще многое отсюда увидите в будущем, но уже здесь куча всего интересного. Я рад следить за ходом такого проекта. Следите за обновлениями. И еще кое-что. У нас на подходе месяц на Диапуре. Готовьтесь, ребята. А вот чем я занималась. Я помогала ребятам определиться с тем, как будет выглядеть «Мысли Крут». Я нарисовала все объекты сцены, наблюдала, как ребята вставляли их в трехмерные сцены. Все это до сих пор воспринимается мной как иллюстрация. Изячно получилось. Мне нравится. К тому же я задизайнила кучу персонажей для проекта Settlers. На платформе Blender Cloud мы открыто рассматриваем все предложения по поводу этих персонажей. И мы уже успели поэкспериментировать с упрощенными вариантами и простоватыми дизайнами и шейдингом. И вот это одна из тех памяток в работе, которая не дает забывать, что наша цель это не совершенство, а быстрый перенос этого материала во внешний мир, дабы люди поигрались с этим в свое удовольствие. Потом я снова вернулась к ребятам для работы над Sprite Frite и помогала им с хореографией персонажей и создавала эмоции на их лицах. Также я создала и множество лесных обитателей и объектов окружения. Продолжение этой работы еще впереди. Наверное, у меня все. Наслаждайтесь остальной частью шоу и надеюсь вас всех увидеть лично в следующем году. Пока. Мой 2020-й начался с анимаций на мыслекруте. Нас было всего двое аниматоров, но меня в итоге легала большая часть работы. Было круто. После этого я понаделал анимации для проекта Settlers. Эти анимации делать было повеселей, и я получил возможность поэкспериментировать в рамках мультяшного стиля. В итоге я испробовал самые нестандартные тайминги и воспользовался одним из читерских приемов в анимации – Animation Smears. Было прикольно работать над этим. После этого я заанимировал наш рик для промо-видео, и в этот раз она куда более реалистична. А сейчас я занят на анимационных тестах для нового проекта Sprite Fright. Он еще только начался, но я уже начал работать над походкой и всем таким прочим. Вот такой у меня выдался год, надеюсь у вас тоже был хороший год. Несмотря на мои ожидания, много чего произошло в этом году. Все началось с того, что я поработал над последними кусками моего видеокурса о процессе создания стилизованного персонажа с полностью описанным этапом ретопологии. В то же время я моделил вещи для краткометражки Мысли Крут, которая уже вышла. Это еще один наш полноценный открытый фильм. А потом начался карантин, и мы перешли к проекту Settlers, где я замоделил четыре персонажа и окружение в довольно причудливом уникальном стиле. Мы такого раньше на студии не делали вообще. Я прокомментировал и записал почти всю свою работу. Сейчас это свободно доступно на Blender Cloud. А сейчас я моделю и скульпчу целую кодлу вот таких персонажей для текущего проекта открытой короткометражки Sprite Fright, которую будут режиссировать наши художники Крутаны, Мэтью Лун и Рикки Нерва. Даже будучи ограниченными в передвижениях, мы порождаем множество событий. Я взволнован тем, что будет дальше. Для Мысли Крута я написал сценарий, провел эксперименты с разными стилями анимации, засетапил все сцены для целого фильма, создав податливый и удобный рик всего города, в котором происходит действие. Записал видеореференс основных сцен для того, чтобы было с чего слизывать анимацию. Заанимировал все, что должен. Педалил я от блокинга до финальной полировки. Еще я понаделал разных анимаций для фона. Сделал постер, пройдя этапы от макапа до финальной версии в высоком разрешении. Для проекта Centers я создал различные вариации цикла ходьбы для персонажа по имени Габи и заанимировал эту сцену от начала и до конца. То же самое я сделал и с персонажем Пипом. Я много провел времени в обсуждениях по поводу Sprite Fright. Записывал видосики. Произвел и собрал различные звуковые эффекты для проекта. Обрезал эти аудиодорожки и фиксил, если нужно было. Переработал потрясающие стари-борды от Дирка. Но в основном моя задача была такая – собрать это все вместе в один объединенный аниматик. Сейчас я занимаюсь планировкой и готовлюсь к фазе лаяута. Этот год выдался богатым на всякие трудности, стоящими перед нами ригерами. Началось все с мысликруто, где я разузнавал от аниматоров, каких возможностей они хотели от моих ригов. И вот это, например, им особо не пригодилось. Еще я зафигачил Cloud Rig. Это мои авторские доработки Rigify, с помощью которых я ригую всех персонажей заднего плана. Обычно они работают классно, кроме пары случаев. После мысликруто мы выпустили Rig Rain второй версии, с которым вы, ребята, уже успели понаделать крутых анимаций. А на Settlers можно было разойтись во все поля по экспериментам. Это все выпало на разгар пандемии. И теперь нам надо работать над Sprite Frite. Это, наверное, самый большой проект студии, и они ждут, что этот парень им все заригает. Прикиньте. Что за годик, что за... Что за год это был, господи. Ёлки-палки. Но я нашел, чем себя занять. Я был рад заняться делом, которое лежит между съемками объектов и получением их цифрового представления для моего инди-фильма. Типа того. Это включает в себя маппинг футажа на геометру в сцене. Это довольно прикольный способ композить, кстати, потому что футажи прямо в сцене находятся. Сейчас я делаю много фотосканов, и даже ригаю их, чтобы они могли двигаться и все такое. Некоторые из них вызывают чувство неловкости и отвращения, но я потихоньку с этим разбираюсь. Меня всегда пугали оцифрованные люди, и я до сих пор сру с них кирпичами, но мне нравится работать над этим проектом. Но недавно я начал работать над гиперболом. Это вид спорта из будущего. На высоких скоростях, где ставки так же высоки, куча тел в этом участвует. Встречайте Рейзер Рейнджера. После опасной для жизни встречи с колючей проволокой, он решил положить свою жизнь на алтарь гипербола. Он из тех застаранцев, любящих бешеную езду. Прохиндей еще тот. Лучше не стоять у него на пути. А вот и Дилан в версии 2.0. Киборг-плохиш с колоком смерти и жаждой скорости. А это девчонка в темно-бордовом Бургундия Блиц. Она вообще ничего не видит и работает ветеринарным врачом. И, конечно же, наш Лиль Тим. Еще один ебанутый тоталь ебанько. Ему всего 15 лет, и он уже заявляет о себе. О-о-о, земля пухом. Бот с попкорном. И не забываем про Джан Крейдера. Она ездит на самой шустрой ракете, у нее есть самые шустрые реакции. Смотрите, что вы творят. И, конечно, вот и Бруталист подоспел. Самый пресс-самый из ебанутых здесь. Посмотрите на его коня. Вот это да. Я размечу на нем вот эту голову, взятую с фотоскана моего друга Нейта. И вот еще один летчик. Его голова тоже собрана из фотосканов. Он важная шишка здесь. Это видео про гипербол заняло у вас всего минуту. И надеюсь, вы поняли, о чем речь. Но вообще-то, вообще-то, я по всем по вам скучаю. Удачи вам в следующем году, ребята. Жду не дождусь, когда мы снова с вами сможем позависать всей гурьбой. Всем мир! Добро пожаловать на Blender Conference. Я буду говорить от имени Tangent Labs и Tangent Animation. Как вы уже заметили, в этом году конференция проходит в другом формате из-за пандемии библейского масштаба. Очень печально, что мы все не можем лично собраться в одном месте, но все же мы можем рассказать о том, чем занимается наша компания. Думаю, что все уже знают, что Tangent Studios работает в Blender, а не в Майке или в Максе. Мы сделали этот полнометражный фильм в Blender, и сейчас наш текущий проект для Netflix тоже делается нами в Blender. Он задействован практически во всей производственной цепочке, в лаяуте, анимации, создании моделей, шейдерах и прочем. А вот что самое интересное мы сделали со стороны Tangent Animation, мы разопенсорсили свои наработки под Cycles. Теперь этим рендером можно пользоваться в других приложениях, типа Гудини. К тому же, имеется поддержка формата USD для всего этого дела. Со стороны Tangent Labs мы готовимся к запуску нашего нового продукта Loop, облачный сервис для производства анимационного контента на всех стадиях пайплайна. Наш продукт поддерживает управление ассетами, управление продакшеном, тулузы для ревью и совместной работы, управление рендером и отображает нужные данные в реальном времени. Таким образом, мы даем людям воспользоваться плодами работы всех специалистов наших студий и наших лабораторий. Мы даем возможность сосредоточиться на художественной части работы и повесить на нас решение всех технических вопросов. В следующем году мы продолжим работать с Blender Institute и Intel над улучшением и дополнением поддержки формата USD в Blender. Также у нас идет совместная работа с Intel над внедрением их открытой оптимизированной библиотеки для просчета полиметриков в Cycles. Думаю, от этого Cycles станет еще лучше. Ну а что хочу сказать лично от себя, то хотелось бы каждого из вас увидеть на конференции в следующем году. А пока берегите себя. Теперь все используют процедурные текстуры. Что такое Depth of Field? 10 зданий еще надо замоделить. Текстурки слишком много весят. А как мне свет лучше выставить? Надо ли мне делать цветокор? Я не смогу сделать анимацию на 5 минут. О чем я вообще тогда думал? Может попробовать это все оттречить? Тогда не нужно будет продавать почку. Я почти справился. С конца февраля, как и всем, нам пришлось сидеть дома. Кашкатун, моя жена, двое моих детей, еще третий на подходе, мои две работы, мои цели, мои мечты. Все это теперь дома. Теперь наш сад превратился в детскую площадку, а чердак теперь это офис жены на целый день и мой на целую ночь. Все полетело к чертовой бабушке в феврале. Фильм моей мечты пришлось взять и заморозить, когда у меня на руках уже был готовый сценарий и опубликованный тизер. И я ведь уже почти начал собирать деньги у людей на него. Получается, я впал в спячку. Да, тут была бы красивая экспозиция. Да. Бюджет у меня до сих пор не собран. Может быть, мне самому удастся заанимировать хотя бы одну сцену из моего сценария. Blender 2.90 как раз вышел, и время, проведенное в софте, дарит мне счастье. О, отлично. Так вы говорите, у вас это имеется? И симуляция трэпок тоже? Ну, отлично. И что, я могу этим пользоваться уже? А, ну ладно. А старая серверная комната? С хромакеем. Отлично, отлично. Конечно, я куплю у вас лицензию на софтину. Конечно. Как только всеобщая пандемия заставила нас поменять наш образ жизни, она также предоставила нам и возможность предаться размышлениям. Ограничительные меры позволили нам осознать ценность времени. Так что, в таких непривычных условиях, мне видится все не таким уж и грустным с установленным Blender'ом на компе. Со своей командой мы переносим в виртуальную реальность множество объектов, одновременно наблюдая за тем, как динамично развивается Blender от релиза к релизу. Притом, мы уже понимаем, что нам не потребуется перекатываться с него в другие софтины. Наша команда занимается реконструкцией объектов в виртуальной реальности, где я отвечаю за моделинг всяческих пропсов и фотореалистичность, и текстурки. Лично я хотела бы отметить социальную составляющую проекта Blender'а. Это прекрасное сообщество. Я очень рада быть его частью уже шесть лет. И я не смогла бы закончить это видео без упоминания одного из самых лучших людей, с которыми я встречалась в своей жизни. С ним я познакомилась, когда первый раз оказалась на Blender Conference в 2017 году. Элф. Он ушел от нас 5 августа в Барселоне. Он был классным профессионалом в Blender'е, приверженцем своего дела и, помимо прочего, охренительным человеком. Нам его очень не хватает. Мы прилично выросли за последний год. Знакомьтесь с нашей командой. Эй, Семен, че такое делаешь? Привет, Марк. Я сейчас сижу в Blender'е, и я работаю с возможностями OpenXR, чтобы посмотреть сцену в виртуальном шлеме для приложухи нашего клиента. Фальк, а ты чего творишь тут? Я тут тестирую нашу новую оснастку для камеры для VR-продакшена, и, конечно, это все в Blender'е с контроллерами Vive, чтобы управлять камерой прямо в Blender'е. Себастьян, а ты что делаешь? Я сейчас работаю над сценой под VR, и конкретно работаю над шейдингом, освещением и рендером. Ну, ладно, пойду посмотрю, чем занимаются твои коллеги. Хей, Миха. Привет. 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 А, ты у нас анимируешь Альфреда сейчас. А это у нас Клеменс, мастер по дверям. Привет. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем году. Берегите себя. До пандемии я находилась в Великобритании. Но потом пришлось ехать домой. Под этим коронавирусным соусом я вспомнила, что я живу мамы ткачиха, и я даже вышла замуж. Сообщение от капитана ясно-понятно. Из тебя и Букетика выйдет прекрасная пара с счастливых лет молодоженам. Спасибо, капитан. Твои идеи будут актуальны всегда. По правде говоря, я провожу большую часть времени в работе из дома. И поэтому, не выпендриваясь, пытаюсь вдохновляться об самые простые вещи вокруг себя. Приветствую всех. Я приехал из моей домашней конторы в Нью-Джерси. Интересный факт. Я замоделил свой чердак в Блендере, чтобы проще объяснить подрядчику, как его отремонтировать. Я разработчик-волонтер, и недавно я посвятил себя новым буллинам в Блендере. Я не смог озвучить это объяснение, потому что он слишком быстро говорит. Поэтому читайте субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... К тому, апресате выборыites... Теперь, к закону, к индивидуcü-izations. Вот и все. Надеюсь, вы проперлись и хоть что-то поняли. Думаю, сейчас уже не стоит упоминать, что этот год выдался трудноватым. Я постоянно пыталась найти, чем бы себя занять. Но я думаю, что мне улыбнулась удача, что в апреле я смогла устроиться арт-лидом в компанию в Эдинбурге. Я много чему учусь там, и это мой первый раз, когда моя новая работа полностью начинается на удаленке, с совершенно незнакомой мне командой. Это очень хорошо. Это все сопровождается целым ворохом нового, и это все надо усваивать. Личные проекты, которые я делаю, для них теперь есть намного больше времени. Понимаете, да? Я пытаюсь сфокусироваться на позитивном. Я вот тут выделываю вот таких маленьких тварей. Я безумно люблю животных, и поэтому мне как бы хочется через них делиться позитивом, приумножать позитив, выращивать позитив, даже если люди задержат свой взгляд на этом только на короткий момент. Я сама живу в Шотландии, а моя семья живет в Новой Зеландии. Не знаю, теперь, когда ситуация с вирусом прекратится, и я увижу их или они приедут ко мне сами, но ничего с этим я сейчас поделать не могу. Поэтому я делаю все, чтобы привнести немного позитива в мир. Это очень хорошая терапия для меня в такой ситуации. Надеюсь, вам тоже понравились мои птички, и их созерцание принесет вам немножко радости в этот день. Пока, пузьки. Четыре года назад, бороздяйте ваши интернеты, мы отрыли бесценное сокровище. Этим сокровищем был блендер. Все, что нам хотелось, это создавать красивые шоты со спецэффектами. Когда мы скачали себе блендер, то кончики пальцев прям заискрились в предвкушении крутых результатов. Вот что-то такое произошло, когда мы первый раз запустили блендер, и мы боялись его запускать вновь, потому что у нас нет знакомых инопланетян, нам были неведомы все его руны и кнопочки. Вот такой был этот первый раз. Четыре месяца спустя мы все-таки сподобились еще раз запустить блендер под впечатлением от открытых короткометражек и рендеров художников в сообществе на фейсбуке. В тот же самый день мы первый раз сделали рендер. Так как мы собираемся делать свое кино сами, нам ничего не остается, кроме изучения блендера в процессе создания через уроки на ютубе. Мы, кстати, тоже прошли через ритуал святого пончика. И очень часто во время съемки материалов некоторые шоты не даются легко, поэтому у нас пока уходят месяцы на анализ ошибок, которые всплывают на стадии использования блендера. Первый наш sci-fi фильм мы сделали за два месяца. Мы использовали блендер, чтобы замоделить специфический интерьер и поместить в него нашего персонажа. Этот проект очень вдохновил нас на новые свершения, поэтому дальше мы решили пририсовать актеру роботизированную руку, и на это ушло семь месяцев. Спустя несколько месяцев после публикации результатов в сети большое внимание приклеилось к нам и к нашему sci-fi фильму, который мы снимали на свои смартфоны. И если бы не блендер, у нас бы ничего не вышло. По правде говоря, блендер помогает нам развируситься. 2020-й выдался весьма занятным для меня, прям как я и ожидал. Пришлось разлучиться на время с семьей, у меня есть сын Марвин, ему сейчас два с половиной года, но вообще я занимался вот этой моей маленькой пивоварней. Я ее владелец, и к этой пивоварне прилагается вот этот маленький бар. Комфортно могут разместиться пятьдесят человек, хотя можно и семьдесят четыре вместить. Вот все целиком, довольно небольшое помещение. Этот год добавил в это дело своих приколов при соблюдении всех предписаний власти по поводу карантина, ведь как вы уже поняли, тут все держится на продаже пива в этом баре. Стабильно высокая моржа, не нужно много варить, но это только в случае, если мы открыты. Поэтому пришлось подстраиваться каким-то макаром под новые условия. Но для меня это не в тягость, потому что в конце концов пивоварение – это такое дело, где встречаются искусство и наука. Так что тут я тоже могу выражать себя, влезать в технические детали этого дела, при этом находясь далеко от монитора компьютера, при этом собирая вокруг себя людей, что дает эдакое чувство сообщества, и каждый здесь этому рад. Если говорить относительно Блендера, то я сейчас плотно занимаюсь сайтом Blender Market. Некоторые из вас знают, что это сторонний проект CGCookie, что он появился в 2016. И с тех пор я только им и занимаюсь. Признаюсь, я уже больше как бы и не являюсь пользователем Блендера приличное время, но я иногда балуюсь в нем и слежу за релизами и все такое. Но сейчас мне бы хотелось сфокусировать свои душевные порывы в помощи другим людям, создателям на Блендер Маркете, чтобы у них стабильно перло бабло, и в идеале, может быть, у них появилась возможность зарабатывать себе на жизнь таким образом, и иметь возможность закинуть пятачок в фонд разработки Блендера. Мне действительно очень хочется поднять здоровую финансовую экосистему, доступную для нашего сообщества, где каждый бы мог делать вклад, получать полезную отдачу и иметь возможность содержать себя и свои семьи. Благословение Продолжение следует... Привет всем, это Дэвид из Theory Studios. Только что вы побывали на мировой премьере нашего нового мультяшного сериала BugsBuddy. Он будет доступен в приложении YouTube детям в этом году, но попозже. Перед тем, как закончить это видео, хочу вам показать самых лучших художников из нашей команды. Они поделятся своими советами и рекомендациями. Не будем тянуть резину, передаю слово Бену, Киту и Дженнифер. Бен МакДугал на связи, ведущий художник по шейдерам. Напоминаю вам, всегда проверяйте битовую глубину ваших карт нормалей, выставляйте 16 бит или еще больше, чтобы избежать появления артефактов. Это Кит Морган, я представляю команду композеров. По возможности вы можете сократить расходы на производство, используя спрайты вместо полноценных объектов. Привет, это Дженнифер, я ведущий аниматор. Не пренебрегайте использованием видеореференсов, ведь с ними анимация получится намного лучше. Всем привет, я Шон Кеннеди, и я все еще работаю в конторе Коса. Но вообще я уже не работаю из этого здания смарта вроде. Как и все, я теперь заправляю делами из дома, до которого надо топать 4 мили в ту сторону. Давайте сходим ко мне в гости, я покажу вам, над чем сейчас работаю. Ну вот мы и добрались до моей рабочей станции. Давайте покажу вам что-нибудь интересненькое. Первый шот из телесериала «Болотная тварь». Здесь можно видеть, как жидкость вытекает из бутылки, которая скользит по полу. Эта вода сделана через частицы. Я воспользовался альфа-каналом трендеренных частиц для затемнения пола и добавления рефлекшена, что без долгих ожиданий дало нужный эффект сырого пола. То же самое сделал в следующем шоте, где все загорается. Далее у нас взрыв из смертельного оружия, которое уже снято с эфира. Наша команда выполнила большую часть работы здесь, но супервайзер захотел видеть еще больше разлетающихся осколков стекла за актерами, что в блендере легко удалось проделать. Еще мне удалось добавить освещение на текстуре груши для сноса зданий. И еще одно оттуда же, где я сотворил облако падающих обломков за актерами, части 19. Здесь я подружил две разные симуляции дыма. Одну из блендера, вторую от нашего эффект отдела. Еще добавил по вкусу разлетающихся тлеющих угольков. Для телесериала Pennyward мы круто взорвали целый дом. Этот шотик очень понравилось делать. Наш отдел корпел над симуляцией огня и дыма в этом шоте. Меня же попросили добавить разлетающихся обломков. Я сделал множество различных проходов и передал свою работу Джинни, который прикомпозил это все куда надо. По большей части здесь куски кирпичей и камней. При этом и бумага тоже кое-где летает. К тому же я узал специальный билд блендера для разрушения дверей. Вот еще один шот из болотной твари, где я воспользовался аддоном ClothFX, чтобы лоза разорвала лицо парню. И еще кое-где тречил голову, чтобы суметь добавить эффектов с запекшейся кровищей. Ну вот как-то так. Надеюсь, у вас все хорошо. Жду не дождусь, когда мы с вами сможем снова лично позависать в Амстердаме. А пока что можете заваливаться на сайт и передавать привет. Амстердаме Ну че сказать, просто охуительный год. Особенно если вы тоже из Ливаны, как и я, где прошли протесты, контр-протесты, хорошенько навернулась экономика, а вишенкой на торте этого несмешного пиздеца стал эффектный полуядерный взрыв. Экономика настолько навернулась, что кредитки перестали выполнять свою функцию в принципе. Прикиньте, я даже подписку на Netflix не смог продлить. А знаете, на что не надо оформлять подписку? На возможность молиться каждый день вот этому моему самодельному алтарю в честь одного из разработчиков Блендера Клема Фуко. Спасибо ему, что он дал нам Иви. Благодаря нему я не сидел без работы целый год. Вот этот проект, который режиссирует Надим Шуфи, отрывки оттуда я показывал в начале моего видео. Я отрендерил 60 тысяч фреймов за два месяца, приблизительно 41 фрейм в час, и все еще рендерю. Блендер повсюду сопровождает любовь, доброта и энтузиазм каждого члена его сообщества. Через несколько дней после взрыва я все еще разбирался с кусками стекла по всему дому, и у меня взяли интервью пара голландских репортеров. После интервью со мной связался никто иной, как Барт Валдуизен. Прошу прощения, если я неправильно произнес фамилию. Он поинтересовался, как у меня дела, что меня очень тронуло. Он спросил, чем он сможет мне помочь. Мы начали беседовать, и я показал ему свои публикации, которые я до этого написал по поводу Блендера. Слово за слово, и в итоге я теперь пишу для сайта Blender Nation, конкретно про новости разработки. Так что Блендер остался со мной, несмотря ни на что, как Софтина и как сообщество. Все наше сообщество, Софтина, Барт и вообще все остальные, спасибо вам за вашу помощь и приятного блендинга вам в будущем. Привет, меня зовут Рэймонд Нео. Я основатель CG Global Entertainment Ltd., которая расположена в Гонконге, в Китае. Мы сотрудничаем с Blender Institute в деле перевода всего контента сайта Blender Cloud на китайский. И у нас тоже есть институт, называется Crystal Institute, как раз посвященный нашей индустрии. Через него мы продвигаем опенсорсные решения для создания цифрового контента по всему миру. Вдобавок мы держим AGM China, большой журнал, посвященный анимации, чтобы способствовать продвижению всей этой движухи. Перевод Blender Cloud на китайский язык – это колоссальная работа. На сегодняшний день мы уже перевели и обогатили субтитрами более 7000 часов видеоматериалов на традиционную и упрощенную версию китайского языка. Во время трудоемкого создания субтитров, наша команда также занималась созданием системы тегов и внедрением поисковой системы по обучающим материалам. Используя систему тегов и поисковой движок, наши ребята смогли проставить ключевые теги для всех отрывков каждого видео. Все это вкупе позволяет выдавать людям релевантные результаты в поиске с подробными таймлайнами «Че где как», которые подробно показывают, где и что объясняется. Даже выпадающие картинки в результатах поиска привязаны к искомым отрывкам из видео. Люди могут сразу проиграть нужный отрывок из видео, находясь в окне результатов поиска. Вся эта система продолжает совершенствоваться, добавляется новый функционал. Все это помогает нам сделать наш контент полезным для каждого пользователя. Этим видео я хочу показать, как можно сделать платформу более дружелюбной по отношению к ее пользователям, ясно и понятно все организовать и предоставлять самые информативные обучающие материалы для людей, желающих овладеть софтиной. Привет! Я Мэтью Лан. Все эти 30 лет я работал аниматором, делал сториборды и писал сценарии для ряда разных фильмов и телесериалов. Начиная от истории игрушек и до корпорации монстров, до поисков Немо, еще Рататуй, Верх, Тачки и Симпсоны. Дофига всяких классных фильмов, сериалов и спешелов. Но вот эти 6 месяцев я работаю над проектом совместно с талантливой командой в штабе Блендера, от которого я в конкретном восторге. Это анимационная короткометражка, под которую я заложил сценарий и которую режиссирую. Она называется Спрайт Фрайт. Хм, о чем же она? Ну, идея этого фильма зародилась из-за моего интереса и обожания перед всякими мистическими существами, которые живут в лесах, да в горах. Весь волшебный ряд от гномов до троллей и эльфов с феями, и вот этих махоньких ребят. Но также... не обойтись и без вот этих ребят. Помните их? Мне всегда импонировало то, что у них, как у монет, две стороны. С одной стороны, они сама милота, но с другой стороны, они бывают мерзкими и противными, как тараканы с большими яйцами. Вот об этом и будет Спрайт Фрайт, про миловидность и про кирпичное выделение от наблюдаемой жути. Я уже довел сценарий, и много раз его переписывал. И потом сториборды переделывались много-много-много-много раз. Потом мы подобрали команду, чтобы создать всех персонажей и окружение, и пропсы, и дали добро аниматорам, чтобы они придрачивались к проекту, тестировали все. Ну и далее свет и шейдеры, и текстурки через сам Блендер помогут нам оживить этих персонажей. Вся крутота в том, что вы можете в онлайне следить за всем, что мы делаем на проекте. Можете глянуть на персов, можете глянуть на пропсы, можно даже заценить аниматики. Многие студии вообще не предлагают такого контента на всеобщее обозрение, потому что им не канает показывать свою внутрянку, но мы вывалим вам вообще все. И мы делаем это все только для вас. А у Спрайт Фрайт будет премьера, как всегда, в онлайне в следующем году. Прямо перед началом пандемии я вернулась домой в Германию, проведя 6 месяцев в Монреале. Ограничительные меры на передвижение ввели сразу, как только мы вернулись. К счастью, на карантине я не чувствовала себя прикованной цепями, потому что работу из дома я практикую уже годами, и у себя дома я удобно обустроила свое рабочее пространство. Так что это к лучшему в каком-то смысле. Однако сидение в четырех стенах, не имение возможности видеться со всеми друзьями и превращение случайных походов в магазин в события недели, уже как-то поднадоели мне. Из-за всего этого я потеряла счет времени. Мой мозг все еще пытается убедить меня, что сейчас все еще месяц март. Ну, что поделать, я решила тупо извлечь из этого для себя максимум пользы. Я сосредоточила свои усилия на последнем году учебы в универе, изучала новые скилзы, пыталась планировать будущее на 2021 год, хотя понятно, что насчет него ничего еще не понятно. И как-то так получилось, что Блендер делал мне компанию все это время. Эта софтина – одно из слагаемых моей зоны комфорта. И еще я кое-что поняла насчет себя и моих работ. Мне намного больше доставляет делать открытые места, улицы. Наверняка таким образом себя выдает недостаток путешествий и освоение новых территорий в реальном мире. Я ведь много куда мечтала заехать в 2020-м. Так что я истратила всю свою энергию в сублимацию, в свои работы. Иногда мне кажется, что это начинает заменять изрядную долю моих приключений, несмотря на то, что я сижу дома уже 7 месяцев. Много лет я работал художником по гриму. Потом я срежиссировал и фильмы, среди них «Машина смерти», «Блейд», «В последний момент» и «Лига выдающихся джентльменов». И мне все кишки вымотала эта бестолковая голливудская хрень. И я сгонял на фестиваль «Бернинмен». Потом пришла мысль продолжать делать фильмы. Ведь денежки тоже нужны, но... О, буду делать фильмы сам. Взял цифровую камеру и давай наяривай. Но потом нужно делать эффекты, монтировать, въебать цветокорно, это все. 2D, 3D, блендер, о боги. Ну и вот тогда я начал делать разные эффекты для двух низкобюджетных фильмов моих друзей. И благодаря этому я раскурил все виды различных техник для сопровождения подобных фильмов, которые я пытался делать. Используя цифровой кукольный театр и фотосканы голов. Первый мой фильм получился полным зашкваром, второй уже только наполовину, и третий, похоже, выйдет достойным. У меня получилось привлечь крутых актеров на это дело, и роботов тоже, и я почти закончил с этим этапом. И это было просто потрясно. Надеюсь, вы оцените. Надеюсь, однажды я все-таки его закончу, и вы сможете его посмотреть, но сейчас он все еще в продакшене. Благодарю от всей души, душевно в душу, Тона и всех разработчиков, вы проделываете невероятное дело. Блендер развивается небывалыми темпами каждый год, и однажды он станет золотым стандартом для всего вообще. Хотя подождите, он уже стал, мы же знаем это, просто не все еще догнали. Пожалуй, к подобным сценам нередко прибегают режиссеры в своих фильмах. Представьте такое вот. Вы стоите среди водопада, его шум стоит у вас в ушах, вы ощущаете его энергию, обалдеете от его красоты, на вас лед как из ведра. Водная масса неутомимо несутся в пространстве рядом с вами. Но вдруг это все прекращается. Мощные струи резко исчезают, слышно только мелкие брызги, и ты резко одупляешь, что стоишь в полной темноте перед черным зеркалом. Вот каково мне было, когда доктор сказала мне, что у меня лейкемия. 24 февраля этого года меня срочно госпитализировали, потому что у меня пошли синяки по всему телу, и начала конкретно так кровоточить во рту. Доктор сказала, ты садишься на больничный тон, нам надо провести тщательный осмотр. Ночью, в тот же день, доктор сообщила мне пренеприятный диагноз – острый лейкоз. К тому же, довольно редкого вида, его точное название – острый промиелоцитарный лейкоз. Он редко встречается, но от него быстро умирают. Обычно пациент не живет больше двух недель с такой пиздецомой, если, конечно, лечение не поможет. И вот тут врачи вступили в игру. Они сразу назначили мне переливание крови и химиотерапию, и, к счастью, через несколько дней я начал восстанавливаться. И я быстро переметнулся из критического состояния в состояние, пригодное для окончательного выздоровления. Через четыре недели меня выписали из больницы, ибо во мне уже было достаточно сил, чтобы присоединиться ко всем остальным в соблюдении антикоронавирусных мер, засев у себя дома. Еще через пять недель у меня в первый раз обследовали костный мозг, результаты оказались очень хорошими. Доктор сообщила, что рак перешел в ремиссию, поэтому мы переводим тебя на следующую фазу, чтобы ты полностью излечился. Она называется фаза поддержания. И тут началась эта макарена. Потому что доктор сказала, что, ну, лечение на семь месяцев, из которых четыре месяца ты проведешь в больнице. Не весь день, конечно, но это будет вот так. После обеда я наяриваю в больничку, они подключают мой иммунитет к специальной отраве. Ждешь так три часа, тебе становится хуже, в полном заебе идешь домой, идешь в кровать. Утром тебе немножко лучше, и в полдень опять топаешь в больничку. Опять тебя подключают, и тебе плохо снова. И вот так ты дрочишь себя четыре недели. А потом четыре недели дают на восстановление. Потом еще четыре недели тебе плохо. Потом еще четыре недели на восстановление. Потом еще четыре недели тебя выворачивают. А потом еще четыре недели восстанавливаешься. А потом еще четыре недели отравы. И вот как раз в последнюю пятницу прошел последний сеанс химиотерапии. И вот этим утром я ходил на прием к доктору, чтобы узнать, что там с моими тестами. И, к счастью, с кровью все хорошо, и костный мозг поживает отлично. И можно было бы сказать, что я вылечился, но нужно дождаться результатов одного маленького теста. Это тест ДНК. Его надо ждать еще две недели. Но доктор мне сказала, что не надо переживать по этому поводу, ведь организм же восстановился довольно шустро. Короче говоря, я вернулся к жизни. И, блин, как бы мне хотелось отпраздновать такую удачу сегодня среди вас всех в рамках нашей конференции. Если бы она прошла в привычном формате, я бы точно закатил веселый сейшн без обломов, зажег бы огни по-настоящему, но в этом году не получается. Я почему сейчас распинаюсь-то об этом? Просто весь этот опыт произвел на меня глубокое воздействие, на мою личность и на мою жизнь, конечно же. Было время поразмышлять кое о чем. И я вынес кое-что из этого, и могу теперь с вами этим поделиться. Во-первых, ребят, заработать себе рак и выжить после этого – это не какая-то борьба. Рак – это не то, что можно победить или забодать, или не одолеть. Тут реально потребуется только одно. Конечно, немного дисциплины потребуется, надо себя беречь, нормально питаться, делать упражнения. Но что критически будет необходимо, так это везение. И мне улыбнулась удача. Мне повезло, что наука нашла лечение этой пиздецомы в моем особом случае. Люди получили шанс излечиться от такого типа лейкемии всего-то 15 лет назад. И еще мне повезло, что семья и друзья остались со мной. Мне повезло, что здесь, в своей конторе, я мог положиться на мою команду ребят. И на Франческо Сиди, что заменял меня на посту все 8 месяцев и блестяще справился с обязанностями. Мне повезло жить в Нидерландах, где всеобщая система здравоохранения доступна для каждого. Так что мне не пришлось париться о стоимости лечения. И ничего не отвлекало докторов от оказания мне посильной помощи в моем излечении, да и еще наиболее простым и легким для меня способом. Так что вы вот когда встретите людей, болеющих раком, то не следует желать им сил или по-голландски штеркте. Просто пожелайте им удачи, пожелайте всего хорошего, пожелайте добра, доброго дня или доброго вечера. Во-вторых, я осознал теперь, что надо подумать бы и о себе любимом тоже. Мне пришлось признать, что я практически не жалею себя, поэтому нужно срочно исправлять это. Например, увеличив себе чуток зарплату, чтобы я был в состоянии позволить себе, к примеру, маленький домик с садом за пределами Амстердама. Я ведь отдельно отмечал на прошлой конференции, что однажды мне придется уступить дорогу другим ради дальнейшего бурного будущего. И вот теперь этот процесс передачи обязанностей ускоряется. Но не потому, что мне все это заколебало, а потому что мне нужен сильный костяк людей вокруг меня ради того, чтобы Блендер продолжал укреплять свои позиции и завоевывал новые горизонты. И развивался дальше. Ведь самое главное, что я одуплил, сидя на больничном, это то, что я вот вообще, вообще не готов расстаться со всем этим, хоть мне уже и под 40 лет. Я не готов расстаться с Блендером, ведь это работа всей моей жизни. Блендер, в моем случае, это и есть тот самый затяжной прыжок из пизды в могилу. Блендер — это сообщество пользователей, это команда людей в этом штабе, это все те, кто вносит свой вклад в общее дело. Разрабы, санитары бактрекера, создатели аддонов. Это даже люди, кто не разделяют наш Блендер-Токсикоз, и пользуются майкой, и жалуются на Блендер, иногда даже матюками. Это озорники троллей на форумах, и даже те староверы, что хотят вернуть игровой движок в Блендер. Все они — это люди, к которым я привязан, и которых люблю. Все они — будто бы моя семья. И я, по своей воле, никогда бы не оставил эту семью. Я не хочу батониться на пенсии. Так, ладно, впизду эту драму. Я бы хотел закончить на немного более радостной ноте. Как вы уже и без меня поняли, 2020-й стал годом стекловатый, годом несмешного пиздеца. Вряд ли уж мы будем его вспоминать. Но радость можно найти хотя бы в том, что в этом году я не станцевал в гробике под астрономию с известными ребятами. И мне хотелось бы разделить эти позитивные вибрации с вами. Ладно, ребятки, ради всего святого, берегите себя там, берегите друг друга. Блендер потрясающий, вы потрясающи. Увидимся в следующем году в Амстердаме или где-нибудь еще. Пока. Снято. Амстердам. 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 Субтитры создавал DimaTorzok